Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование послания апостола Павла Кефесиным на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим третью главу. Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко. То вы, читая, можете, как пишет апостол, усмотреть мое разумение тайны Христовой, Которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, Как ныне открыта святым апостолом, святым апостолом его и пророком Духом Святым. Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, И сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования. Которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы его. Мы видим, что апостол Павел здесь говорит о ветхозаветных пророчествах. Мы знаем, что ветхозаветный Израиль составляли именно евреи, Которые исповедовали ветхозаветный иудаизм. Но были в еврейском народе и празелиты, Те люди, которые примыкали к народу Божию. Например, когда пророк Божий Моисей выводил из египетского рабства, Народ еврейский, который находился там 430 лет, То к ним примкнули и язычники из Египта. Но все же, как бы там ни было, считалось, что именно человек, рожденный в иудаизме, Обрезанный, исполняющий закон Моисея, Именно он, человек на первом месте, Ну а празелит так к себе, может спасется, может и нет. Тем более было брезглительное даже отношение, Брезглительное отношение к людям, язычникам. И считалось, что это люди нечестивые, И всякое общение с ними нуждалось в определенных очистительных процедурах. Апостол Павел говорит о том, что ветхозаветные пророчества Пророк Исаия, Пророк Амос, Пророк Изеки или Еремии, Другие малые и большие пророки Говорили не только о спасении одного народа израильского, Но и о спасении всего рода человеческого. Так, например, Пророк пишет, что в семье Его наречется имя Тебя, Стоит единственное число. Так и сказано, пока Скипетр не отпадет от Иуды, И тогда Господь придет, когда придет полнота времени. И множество, это сотни пророчеств, которые рассыпаны по всему Ветхому Завету, Когда Господь призовет всех, и Бог желает спастить всем. Но апостол Павел здесь подчеркивает, Подчеркивает то, что говорилось раньше, И то, что теперь говорится сейчас. Он здесь разграничивает два времени, Время благодати и время полноты благодати. И в Ветхом и Новом Завете была, естественно, Бог призвал благодатью своих всех людей Ко спасению и всякому желает спастись. Но в Новом Завете он уже пишет о полноте благодати, Потому что сама, сам Господь Иисус Христос пришел в этот мир. И для чего? В шестом стихе подчеркивает, Чтобы язычникам быть сонаследниками, Составляющими одно тело, И сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благоуствования. Посредством благоуствования. То есть, Слово Божие принадлежит теперь не только одному народу, Но всем. Христос для всех. И желает спастись всем. Другой вопрос. Желают ли спасения те, Кого Он призывает в Свою Церковь. И об этом пишет, И подчеркивает, Можно, например, Увидеть у свидетеля Анзлатоуста такие слова. Здесь апостол намекает на предсказание, Возвещенное в нем и в самом апостоле Анании в Дамаске, Когда Господь сказал, Иди, ибо он есть мой избранный сосуд. То есть, он говорит и о себе, Что также он был избран и призван из иудаизма в чудный свет Христов. В Деянии апостолов 9.15, Иди, ибо он есть мой избранный сосуд. Было сказано апостолу из семидесяти Анании. Так и сказано в Деянии апостолов 9.15, Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, Чтобы возвещать имя мое перед народами и царями. И далее святитель Анзлатоуста продолжает. Смотрением благодати он, Бог, Называет именно это откровение. Смысл следующий. Не от человека я узнал, Как говорит апостол Павел, Ту благодать, которую я возвещаю вам. Он удостоил, то есть, Бог удостоил меня, Когда я был один. Откровение относительно вас. Потому что он, Бог, сказал мне, Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Деяния апостолов 22.21. Исправедлив апостол назвать это смотрением. Блаженный Феофилак Болгарский пишет также следующее. Что же, неужели, цитата, не знали пророки? Чего-то не знали пророки. А как же Христос говорит, Моисеи, пророки, ибо мне писали, И исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют о мне. Евангелие от Иоанна 5.39. Но Павел, во-первых, говорит то, Что не было открыто всем людям, Так как прибавил, Которая не была возвещена прежде поколением сынам человеческим. А во-вторых, то, что таким образом не только открытый пророком, Как теперь самим делом явлено апостолом, Но заветным пророком, духом святым. Ибо если бы дух не научил Петра, Последний не принял бы в церковь язычника Корнилия С его домашними. Деяния апостолов 10.3. И заметь, неотносительно обрезанный Относительно язычников дает дух откровения, Потому что великим было дело принятия в церковь презираемых язычников. И мы читаем далее. «Мне наименьшему, пишет апостол Павел, И всех святых дана благодать сия, Благорестовать язычникам неисследимое богатство Христова, И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, Домостроительство тайны, Сокрывшееся от вечности в Боге, Создавшим все Иисусом Христом, Дабы ныне соделалось известно через церковь, Начальникам и властям на небесах Многоразличная премудрость Божия». Интереснейший стих. «Дабы ныне соделалось известно через церковь, Начальством и властям на небесах». Что начальство, власти, то есть ангелы, архангелы, Вся небесная иерархия, они чего-то не знали до того, Пока не воплотился Сын Божий. Да, они чего-то не знали. Это было открыто через тайну Бога воплощения И создание здесь Христом церкви Его. Как он и говорит, создам церковь мою, И врата ада не одолеют ее. Вот что по этому поводу пишет блаженный Феофилакт, болгарский. «Ни горние начала, ни власти, ни дольние Не знали тайны прославления язычников, Ибо и ангелы, и архангелы знали только то, Что Израиль был уделом Господа и народом Его. И Гавриил также знал только то, Что Он, Мессия, спасет народ свой от грехов Его. А что и язычники достигнут такой чести, Это узнали теперь и горние, и дольние силы через церковь, То есть через благодеяния, оказанное нам. Ибо благодеяния к нам были для них Учителями мудрости Божьей. И называет премудрость не просто различной, А многоразличной, указывая на ее Особенное превосходство и непостижимость. И далее блаженный Феофилакт болгарский Приводит слова свидетеля Григория Низкого. И Григорий Низкий говорит, Что прежде в очеловечивании небесные силы Просто знали божественную мудрость. Именно так, как Он сотворил все единую Свою волю, То они признавали Его могущественным. И так как все сохранял своим мудрым промыслом, То считали мудрым промыслителем. И в этом нет ничего разнообразного. То есть, чтобы иное было и иное Он сделал. Но по воплощении Бога слова Из противоположного возникает противоположное. Из смерти жизнь, из немощи сила, Из бесчестия слава, из слава из всего. Казалось бы, низкого благоприличное. Таким образом, стала ведомно Горазличная премудрость и сила Божия. Небесным силам. Ибо когда мы узнали, Тогда они через нас видя, Каких благ удостоена церковь, И через нее приходили к познанию. То есть, мы видим, что открылось И силам небесным, и небожителям Это великая тайна В Боговоплощении и в создании Церкви Христовой. И в этом смысле нам нельзя никак Относиться к Церкви Христовой, Как некоторые учат Церкви невидимо, Или там границ нет у Церкви. Это на самом деле ничто иное, Как древние еретические воззрения гностиков, Которые изобрел некогда Валентин. Это был такой изобретатель гностический. Он говорил, что Христос пришел призрачно, Что не умирал на кресте, Бог умирать не может. Он просто это был, как некий театр. И границ никаких нет ни у Бога, Это просто дух нет. И Христос воплотился. Конечно, тело не ограничило, Человеческое преображенное Человеческое естество не ограничило Бога. Но тем не менее, он был видим. Поэтому пишет апостол Иоанн Богослов, Что видели глаза наши, Что осязали руки наши. О том мы говорим, о слове жизни. Так и Церковь, она видима. И у Церкви есть пределы ее обитания. О трех признаках. Пределы ее, как таковой. Границы Церкви, скажем так. Некоторые рассуждают, говорят, Что нет, ну как нет. Они очевидны. Например, мы можем сказать, Кто принадлежит к Церкви, кто нет. Ну, первое, это евхористическое общение. Если люди, если у нас с теми или иными людьми, Которые говорят, что они тоже христиане, Ну, нет евхористического общения, Значит, мы не едины во Христе. Они могут называться христианами. Они могут называться как угодно. Но если нет единения во Христе, А единения именно в евхористическом общении, То они вне Церкви. То есть вне Христа. Потому что Христос глава Церкви, А Церковь ее тело. И это очень важно. Вот эта тайна открылась во Христе и в его Церкви. И другой признак — апостольская преемственность. Нет апостольской преемственности. Ну, сложно сказать, что это Церковь. Третий признак — это неповрежденность Определения Святым Духом, Исповедания веры. Если эта поврежденность есть, То тоже есть отпадение от Церкви. Поэтому эта тайна, И она очень важна в понимании, О чем апостол здесь пишет. И даже ангелы небесные не знали этого. А теперь это открылось во всей полноте. И одиннадцатый стих. Но предвечному определению, Которое он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. То есть это было предвечное определение Божие. То есть некий промысел Божий. О нас и о Христе, Его тайне Боговоплощения, И о Церкви. В котором мы имеем дерзновение И надежный доступ через веру в Него. Такие удивительные, сильные, красивые слова, Что мы имеем доступ ко Кресту Только через тайну Церкви, Через таинство Церкви, Которые здесь установлены самим Спасителем. Таинство Крещения установлено кем? Христом. В Евангелии от Иоанна Спаситель говорит, Кто не будет рожден от воды и духа, Что значит от воды и духа? В Святом Крещении. Человек не рожден в покаянии, В Святом Крещении. Если он не приемлет печати дара Духа Святаго, А печать дара Духа Святаго, Это та самая преемственность, Которую я уже сказал, Которую апостол Павел Во втором послании к Тимофею Первый главный стих говорит своему преемнику, Возгревай дар Божий, Тимофею, Возгревай дар Божий, Который в тебе через мое рукоположение. То есть печать дара Духа Святаго Преподается от законных священников, Принявших благодать от епископа, Епископы же приняли от апостолов, И от преемственности, Я уже неоднократно об этом говорю, Всегда утверждаю, Не то, что мной придумано, А то, что есть и установлено Богом, И в священном писании, И на соборах, в святом предании, Это есть преемственность рождения. Но нельзя войти куда-либо, Не будучи рожденным. Ну, скажем, если бы я не родился, Я бы не мог сейчас здесь быть перед вами И что-то говорить. Ну, нет человека. Если человек не родился, его нет. Если человек не родился от воды и духа, Его нет. Его нет для Царствия Божия. Поэтому это очень важно понимать, Это не наши слова. Мы можем здесь всячески гуманизировать как-нибудь, И говорить, ну, как же так? Давайте помилуем всех. Ну, Господь и хочет помиловать всех. Он говорит, придите, Родитесь от воды и духа, Будьте помилованы. Это доступ ко Христу, Таинство. Таинство причастия, Доступ ко Христу. Это все есть исповедание нашей веры. Так и здесь пишет апостол Павел. Смотрите. В котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в него. А вера — это не пустой звук. Вера — это исповедание того, что Христос заповедовал нам. А что он нам заповедовал? Родиться от воды и духа. Раз. Таинство исповеди. Он сказал, что если явился ученикам своим в Евангелии Атаана и говорит, Кому простите, тому простите. На ком оставите, на том останется. Два. Что он еще нам заповедовал? Кто не будет кушать от тела и плоти, от крови и плоти Христовой, Евангелие Атаана, почитайте, 48 стиха, тот не войдет в Царствие Небесное. Это доступ. Может, кому-то это не нравится. Кто-то говорит, а есть другие пути. А о других путях Спаситель говорит так. Есть широки врата и пространен путь, то есть всяких своих мудростан и философий. И многие идут ими. Это пути погибельные. И узок путь, и не каждый находит его. И о себе он говорит, есть им путь и истинная жизнь. И древний пророк говорит, есть пути, которые кажут человека прямыми, но, конец, их путь к смерти. Поэтому вот наше исповедание веры. Вот о чем пишет апостол Павел. Что мы имеем дерзновение и имеем, да, как он и говорит здесь, надежный доступ через веру в него. Посему прошу вас, это он к нам обращается тоже, нас просит, не унывать при многих ради вас скорбях, которые суть, наша слава. Вот что наша слава. Мы ищем другой славы. А апостол говорит, что скорби, это наша слава. То есть если мы держимся этого пути, пути исповедания Христа, пути заповедей, исполнения заповедей Божьей, то неминуемо будут и скорби. Но апостол говорит, что не стражитесь, скорби, это как раз ваша слава. Почему? Потому что он на горной проповеди говорит, как меня гнали, так и вас будут гнать. Как меня не принимали, так и вас будут не принимать. Апостол тот же пишет, все желающие жить благочестиво во Иисусе Христе будут гонимы. Спаситель говорит, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Мне кажется, мы когда читаем эти слова, они нас вот многих отрезвляют, а так мы немного расслабились. Поэтому нам необходимо обращаться к Слову Божию, как пишет об этом Псалом опять, задавит как к светильнику для ноги нашей. То есть что значит светильник для ноги нашей? Вот когда мы ночью, например, встаем, мы стараемся сжечь свет. Почему? Уж вот лбом не удариться об дверь там или не споткнуться об какой-нибудь своей там домашней различной принадлежности, которую мы там разбрасываем. Зачем? Чтобы было светло. Вот так и Слово Божие. Оно светильник ноги нашей. Как нам поступать? В той или иной ситуации что нам делать? И апостол здесь об этом так и говорит, что все эти скорби, они происходят в результате того, что мы не обращаемся к источнику и к Слову Божию. А если обращаемся и эти скорби, то знайте, что это во благо нам. Потому как он дальше объясняет. Смотрите. Для сего преклоняю... Что делать при скорбях? До сего, говорит, преклоняю колено мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Он призывает к молитве. И не просто к молитве, а к молитве колено преклоненной, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Удивительные слова. Крепко утвердиться духом во внутреннем человеке. Что это значит? Что это значит? Утвердиться духом. Не просто во вне, а во внутреннем человеке. Здесь апостол явно выражает это в предыдущем стихе. То есть в каком-либо, он говорит, о малом совсем аскетическом подвиге, перед Богом стоять благоговейно. И он говорит, что я молюсь за вас, преклонив колено. Как бы у нас спрашивают, а как часто мы делаем коленопреклоненные молитвы. Додаст вам по богатству, говорит, верою вселиться Христу в сердца ваши. Чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть, пишет со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. Что широта и долгота и глубина и высота? Что это такое? Что это за слова постигнуть высоту, глумиту и широту? Блаженный Феофилак пишет, цитата, о чем вначале он молился, чтобы дан был им дух премудрости и откровения к познанию того, в чем состоит упование, знание и прочее, то и теперь, говорит, могли постигнуть со всеми, со всеми верующими тайну, совершенного ради вас. Она столь вьяка, что простирается по всем направлениям, широта, высота, долгота, глубина. Посему и описал ее внешними чертами, приписывая ей и верх, и низ, и боковые стороны, ибо говорят, хотя я и объяснял, невозможно из моих слов понять это в достаточной мере, но только через Дух Святой, не иначе мы можем постигнуть это, как получив подкрепление от Духа. И здесь он опять, блаженный Феофилак, приводит Григория, святитель Григория Низкого. Свидетель Григорий Низкий говорит, что широта, что широтой, долготой, глубиной, высотой обозначается крест, обозначается крест. Посему апостол молился за Ефесин, чтобы они могли постигнуть тайну креста, ибо все домостроительство им объемлется, и самое важное в нем крест, в котором особенно проявляется любовь Божия, как и Господь говорит, посему и Павел указывает на эту любовь. вот так, как и Господь говорит, Он здесь приводит нам ссылку Евангелия Таана 14-12. Ее можем открыть, Евангелия Таана, 14-я глава, 12-й стих, и прочитать, пожалуйста. Истинно, истинно говорю вам, верующие в меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше всех сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И завершает апостол Павел эту главу следующими словами. «И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполнится всею полнотой Божией. А тому, кто действующий вас силою может сделать равненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». То есть он говорит о том, что от чего бы мы не просили и о чем бы не помышляли, если мы будем верны Богу, то Бог сделает даже и больше, о чем мы иногда даже и не думаем. «Тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Ситильян Златоуст пишет «Тому слава в церкви во все роды от века до века. Аминь». Следующая цитата. «Хорошо сделал апостол, что заключил свое слово молитвой и словословием. Должно прославлять и благословлять даровавшего нам такие блага. Достойно удивление также и то, что за дары, полученные нами от Бога, славить Его о Христе Иисусе. Хорошо сказано и это тому слава в церкви, тому, что известно, что церковь будет существовать всегда». Видите, здесь говорит «Слава в церкви воик веков». То есть церковь, она будет до скончания мира. Как и Спаситель обещал, «Сей я с вами», своей церкви, которую он здесь основал на земле, «Сей я с вами до скончания века». А, например, в книге Царств, как я уже приводил, по поводу славы, кому слава и кто хочет стяжать славы, должен ли православный христианин искать славу? Да, всякий человек ищет славу, но православный человек ищет славу Божию. А хочет ли человек, чтобы его прославили, чтобы его прославляли? Ну, всем хочется какой-то почести. Тогда Господь такую почесть во Христе обещает. Она может быть разная, она не похожа на мирскую почесть, но обещает. Что сказано в книге Царств 1.20 «Прославляющих меня, говорит Господь, прославлю я». Поэтому, если мы хотим быть, ищем славы, пожалуйста, прославьте Бога, если Бог захочет прославить нас в Церкви Божией, кто может этому воспрепятствовать? Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok